SCP-022, морг. Объектный номер 022-22. Класс объекта Евклид. Особие условия содержания. Инцидент 022-827. На вход в SCP-022 была установлена укрепленная сейфовая дверь. Она должна быть постоянно закрыта, кроме случаев появления SCP-022-1. Настоящая дверь в SCP-022 была уничтожена при инциденте 022-8027. Все попытки ее заменить окончились провалом для наблюдения. На возможными появлениями SCP-022-1 внутри была установлена система видеонаблюдения. В случае появления SCP-022-1 автоматизированная система должна сжечь его на входе из SCP-022. После этого сейфовую дверь можно открыть для прохода внутрь команды частильщиков. Если автоматизированной системе не удастся уничтожить появление SCP-022-1, команда быстрого реагирования должна войти внутрь и уничтожить ее. Кроме этих случаев, а также исследование с письмового разрешения сотрудника с четвертым уровнем допуска. Людей внутрь SCP-022 допускать ни при каких обстоятельствах с сотрудником с четвертым уровнем доступа. Могут дать приказ на захват и удержание появления SCP-022-1, но даже в этом случае его нельзя выводить из места содержания. Описание SCP-022-1 представляет собой морг в подвальном помещении. Информация удалена. Росковь больницы Великобритании. До 1908 аномальных появлений внутри морга зафиксированы не удалось. Информация о странных событиях впервые была получена в ноябре 1900-е. Фонд установил в здании карантин. Публике была предоставлена версия, что здание предполагается под снос причины столь внезапно появляется в аномальных свойствах, пока выясняется. Периодически произвольный ящик может выехать наружу, на каком-либо будет лежать закрытый просто ним труп. Примерно через 6 минут труп оживает и попытается покинуть морф. В этом случае ему присваивается обозначение SCP-022-1-B. В некоторых случаях повержение или разложение трупа не заставляет ему встать с полки. В этом случае SCP-022-1 будет держаться на полке, пока не умрет. Вновь его появление. SCP-022-1 умирает на полке ящиков, выезжает обратно в хранилище и закрывается согласно отчетам. После этого не помещено начинать распространяться запах паленой плоти. На данный момент неизвестно, какая энергия заставляет двигаться появление SCP-022-1. Проявления не дышат, не едят и не нуждаются во сне. Их тела не производят теплосмертный анализ. SCP-022-1 не показывал присутствия каких-либо аномальных органов или веществ. Трупы целиком человеческих. Физика сила появления происходит в силу обычного человека, проведения. Точного расследования затруднено. Но наблюдатели оценивают увеличенную силу примерно на 50 минутов. Больше, чем должно быть у человеческого тела в подобном состоянии, ведется исследование с целью выяснить отдельный ли это феномен. Или же он каким-то образом связан с источником оживления трупа энергии. При отдельной от SCP-022-1 части тела активность сохраняет часть с небольшой массой. Остальные становятся неподвижными уничтожением головы и или мозга. Не влияет за собой уничтожение SCP-022-1. Тело от груди и ниже продолжается. Двигаться единственным успешным методом устранения появления SCP-022-1. Явление полное уничтоженной биомассы. Если оставить SCP-022-1 в покое, то он со временем умирает. Прекращается всякое движение и появляется остановиться. Обычным человеческим трупом. Необходимое для этого время зависит от степени повреждения трупа и скорости разложения. Процесс может занять от двух до трех недель. Исследование показало, что тела, ожившие в SCP-022-1, индивидуальными телами, которые объявляются в розыск, как пропавшие из морков для кораблетания механизмы. Переносы тел пока исследуются. Внесение в SCP-022-1 материала извне пока что скрывалось невозможными. Все объекты, положенные в ящики SCP-022-1 из щелла бесследно вскроя после закрытия двери, эффект действителен как для не биологических объектов, так и для живых существ. Примечания SCP-022-1, 0-0-1 и SCP-022-2. Если у появления SCP-022-1 сохранился рот, язык, я и трахея, то оно может полноценно обращаться с отследованием. Прототип 1, SCP-022-7051. Примечания SCP-022-001. Была поддана заявка на создание второго входа. SCP-022-1, для чего потребуется снести часть южной стене. Заявка находится на распространении примечания SCP-022-1-002. На полу комнаты находящейся непосредственно у нас SCP-022-1. Была обнаружена куча материала. В ней, похоже, находится вся материя. Помещение SCP-022-1, за исключением людей. Все вещи, поломанные на материал, основанные на металлических частях. Толстый слой ржавчины и биомаста. На разных стадиях разложения опытным путем будет установлено, что время от помещения объекта, SCP-022, до появления в верхней комнате, оставляет ровно 183 секунды. Исключение составляют люди, которые не переносят выозначенную кучу. Вместе с этим они, похоже, остановиться частью морга, и позднее могут ожить в роли SCP-022-1. Субтитры создавал DimaTorzok